Вот этого у нас не было вообще в приемном покое. У нас эти больные вынуждены были обращаться, подниматься на специализированное отделение. Такого раньше не было. На перебой рассказывают врачи краевой больницы буквально о каждом кабинете в новом хирургическом корпусе. На оснащение этой клиники не поскупились. Современное оборудование, медицинские аппараты нового поколения, международные стандарты обслуживания. Если раньше проходили часы с момента поступления пациента, то сейчас это уже счет идет на минуту. Пациент заезжает в приемный покой, который увидели врачи, попадая, минуя все зоны сразу к нам, где начинается ранняя диагностика, что увеличивает шансы пациента на выживаемость. А вот этот робот, спасающий жизни, уникален не только для Сибири. Он второй в России. Суперсовременная ангиографическая установка размещается в одном из блоков хирургии. Именно здесь будут проводить целый комплекс экстренных операций сердечникам и пациентам после инсульта. Все будет в одной операционной, без разделения операций на этапности, что, несомненно, менее травматично для пациентов и помогает им более быстро восстанавливаться. При оснащении палаты комнат отдыха позаботились об элементарном уюте и практичности, что совсем уж редкость для российских больниц. Каждый пациент этой больницы, безусловно, оценит комфорт пребывания. Только посмотрите, какие здесь удобные кровати. Это, безусловно, очень важно. С помощью специального пульта можно отрегулировать, например, положение спинки или подобрать удобную форму для позвоночника. Приезжать сюда на обследование и лечение будут жители со всего края. Очередь для планового поступления существенно сократится. Приемное отделение начнет работать быстрее. Да и количество проводимых операций вырастет на несколько тысяч в год. Корпус осмотрел и губернатор Александр Рус. Глава региона отметил, в проект были заложены все требования мирового уровня. Здесь колоссальные системы кондиционирования, вентиляции, климат-контроля в этом здании. Все это позволяет комфортно и безопасно оказывать медицинскую помощь. И, безусловно, нам придется учиться этому и с удовольствием, с огромным удовольствием использовать для блага наших красноярских пациентов. Это по-настоящему больница мирового уровня. И одновременно мне бы очень хотелось, чтобы она по-прежнему оставалась нашей народной больницей, потому что красноярцы давно такого уровня медицинской помощи заслужили. Первых пациентов хирургический корпус примет уже во вторник. Сначала начнет свою работу приемный покой, а экстренные больные будут поступать сразу же после санитарной обработки операционных и палат интенсивной терапии. Евгения Шелковникова, Алексей Гусев, Енисей. Новости. Евгения Шелковникова, Алексей. Новости.